На Шымкенском Арбате сегодня особенно многолюдно. Жители разных возрастов пришли на традиционную ярмарку вакансий. Одной из желающих найти работу по душе и с хорошим окладом стала 45-летняя Гульнар Дауримбаева. «Сегодня я пришла на ярмарку вакансий, чтобы найти себе подходящую работу. По образованию я педагог казахского языка и литературы. Меня заинтересовали вакансии в Павлодарской и Ултаусской областях. Спасибо организаторам за такую возможность. Не теряя времени узнать о разных вакансиях. Видно, что здесь все профессионалы очень доступно и грамотно консультируют. Спасибо». Около 80 работодателей предлагают более 700 вакансий в сфере образования, банковского дела, здравоохранения, технической, легкой и текстильной промышленности. Есть возможность найти работу и в других регионах Казахстана. «На эту ярмарку были приглашены наши коллеги из других областей. Это Ултаусская область, Павлодарская и Североказахстанская области. Они пришли тоже со своими вакансиями и агитацию на переселение, внутреннее переселение с юга на север. Эта ярмарка предназначена и с 18 до пенсионного возраста. То есть у нас есть разные программы. В целом ежегодно процент безработицы падает по городу Шымкент». Талгата Ширбаев впервые участвует в ярмарке вакансий. В их строительную организацию требуются монтажники вентиляционных систем, водители КАМАЗов и коронавщики. По словам мужчины, за несколько часов здесь можно найти подходящих сотрудников. «Заработная плата у нас 250, получается, если мы на руку. Пятидневный рабочий день. Да, я нашел одного сотрудника, монтажника». По словам депутата городского маслехата Бахаджана Пазилова, преимущество таких ярмарок в экономии времени и прозрачности. У посетителей есть возможность за короткий отрезок времени ознакомиться с разными вакансиями, на месте задать необходимые вопросы работодателю, оставить свои контакты и сразу записаться на собеседование. Впрочем, многие жители Шымкента ко встрече с работодателем подготовились, пришлись резюме и необходимыми документами. «Во-первых, здесь, сами видите, это все открыто. То есть, первый фактор, это исключается, фактор, ну, это никому не секрет, не надо искать знакомых, да, не надо проходить какие-то коррупционные пути. Да, здесь все открыто, все показывают, какие вакансии нужно, все написано. Вот очень хорошая ярмарка, очень важная ярмарка для нашего города. Очень много молодых специалистов. Мы были свидетелем того, что сегодня 5-6 специалистов одна компания приняла на работу, потому что им срочно нужна была работа». В целях повышения занятости населения в Шымкенте принимаются многочисленные программы в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Предоставляются временные рабочие места, молодежная практика, первое рабочее место, контракт поколений, серебряный возраст и другие.